итак друзья настало время накинуть распредвалы поставим по меточкам закрутим крышки распредвалов накинем цепочку со звездочками дальше все по схеме по плану полная сборочка и так смотрим что два штуки здесь лежат с ними ничего не случилось звезда и крышки распредвалов накидываем здесь я уже постель поставила она просто вкладывается там одна шпоночка на которую вот в этом месте на которую садится вся постель вместе с гидрокомпенсаторами и так вкидываем распредвал распредвал размеченной где правый где левый но в принципе здесь ошибиться нельзя потому что значит они разные между собой распредвалы все аккуратненько вот так вкидываем значит предварительно немного прокапав масло гнезда где ложится распредвал чтобы на сухую не работал так сейчас мы его выставим примерно короче теперь как правильно накинуть крышки распредвала значит крышки имеют обозначение вот здесь написано а 1 и 1 отчет с лицевой стороны и туда заду к фронту буковка а смотрит туда сторону улицы также как с этой стороны буковка есть будет смотреть в сторону улицы крышечки тоже желательно промазать много не на так прям слегка слегка этого будет достаточно а 1 и 1 2 и так до 6 крышки сейчас мы последовательно все накинем 3 крышка четвертая крышка пятая крышка и шестая крышка так тут маслица немного не хватает болт упал все прокапываем маслицом и закидываем последнюю крышку теперь важный момент в затяжке крышек по регламенту протяжка крышек составляет 0 9 1 килограмм но где-то еще применяется 1 и 2 килограмма но я сделал один килограмм здесь на затяжку но перед этим нужно правильно затянуть все крышки при этом не повредив и не растянув их как это делается начинаем с середины средних крышек и уходим по краям значит плавно нежно протягиваем сейчас гидрокомпенсаторы выталкивают распредвал поэтому важно поочередно подтягивать крышечки чтобы он равномерно садился свои гнезда в постель и при этом чтобы не растянуть крышки поэтому так постепенно каждый боги уже просил вот так подтягиваем вот просил вот шестой руки скользкие от масла равномерно с двух сторон подтягиваем булделек сейчас мы не затягиваем его полностью а подтянем все крышки одинаково равномерно после того будем протягивать как все крышки сядут так ну и теперь затягиваем у меня ключа нету на столь маленькие усилия только большой поэтому от руки но я примерно знаю это сколько поэтому от руки вот сейчас я подкину кто не умеет определять так усилия лучше пользоваться ключом потому что здесь болты нежные и резьба тоже нежная перетягивать здесь не нужно вы можете сломать болты потянуть резьбу и существует еще также тепловой зазор который должен нужно учитывать поэтому момент на затяжку килограмм чик 0 9 килограмм вот таким образом затягиваем и сейчас вкидываем 2 распредвал так парни вкидываем 2 распредвал но при этом нам его нужно совместить по меткам с первым распредвалом с правым распредвалом метки нарисованы и набиты с этой стороны также меточки есть вот здесь и сейчас еще давайте посмотрим где вот на втором распредвалу тоже здесь метка есть вот она поэтому этот момент учитываем сейчас минуточку так вот совмещаем по меточку метки вот они первая точка вторая точка вот вам наверно должно видно тень падает вот так нам будет видно вот первая точечка вот вторая точечка все вот здесь у нас совместилось также есть здесь отверстие вот она для контрольного пина палец будем вставлять чтобы фиксировать затяжку вот этой звездочки нужно здесь поставить вот такой болт можно вогнать и звездочки при этом никуда не сдвинуться как контрагаем здесь меточка совместилась с риской здесь меточка есть сейчас накинем бугель тоже совместим вкидываем эти крышки значит здесь есть меточка е1 по-английски иван вкидываем буковка смотрит в ту сторону на улицу первая крышка вторая крышка третья крышечка предварительно промазанные крышечки чтобы на сухую распредвара нет терся во время запуска чтобы не было масляного голодания и последняя шестая протяжка такой же последовательность как и с этой стороны то есть сначала усаживаем постепенно распредвал чтобы он продавил гидрокомпенсаторы когда все крышечки ляжутся потом делаем полную протяжку так друзья смотрим вот метка совместилась с рисочкой метка с рисочкой две метки здесь есть контрольные также смотрим метки вот здесь совпадают друг напротив друга стоят и так же фикси фиксированное отверстие вот здесь под стопор под болт болт какой-либо любым сейчас наверное возьмем на 6 здесь вот этот вот такой болт возьмем и вот отсюда можно его продеть но потом в дальнейшем не забудьте его отсюда вытащить сейчас он нужен для того чтобы закрутить вот эту вот шестеренку чтобы никуда ничего не сбилось и да еще не забудьте такой момент что вот это вот средняя звездочка маленькая уже должна была быть у вас вложена перед установкой распредвалов то есть ее вкидываете сюда цепляете зацепление с цепью все она здесь лежит после закладываете распредвалы иначе у вас не получится в обратной последности и туда запихать потому что там не дает места запихиваете звездочку ставите распредвалы и сейчас можно уже ставить большую ведущую звезду вкинули звезду значит она стоит вот здесь вот на шпонке шпонка на распродвале то есть вы не ошибетесь садите на эту шпонку дырочки совмещаются цепочка стоит сейчас как положено и вот это положение соответствует вертикали вот это тоже выставлено также значит на по коленвалу верхняя мертвая точка совмещена с вот этой вот риской с этим приливом видите совмещаете это верхняя мертвая точка первого цилиндра от и совместили здесь по коленвалу совместили по меткам на звездочках здесь попало здесь проконтролировали две точки поставили звездочку можно звездочку сейчас затянуть момент затяжки здесь на болты звездочки 1 и 8 килограмма затягиваем и вкручиваем натяжитель цепи так одной рукой не получается немного протянуть сейчас мы коленвал вытащим пин коленвал немножечко прокрутим чтобы цепочка немножко прослабла и можно было закрутить нормально натяжитель так все затянули натяжитель также еще не забудьте протянуть вот эту звездочку чтобы она тоже у вас была закручена но теперь можно прокрутить и посмотреть приходят ли все метки на свои места так нужно помнить еще что два прокрута колена равно одному полному прокруту распредвалов то есть два раза крутим колено по 360 градусов я распредвал их крутятся на один раз и смотрим что метки совпадают также здесь все совпадает по меточкам здесь на колени от и совпадает ну и соответственно кулачки смотрят таким образом у этого чуть больше градус кулачков вверх смотрит вернее сказать меньше градус у этого чуть больше градус более горизонтально смотрят то есть метки мы выставили правильно все стоит в норме ну и для стопроцентной уверенности затолкайте еще если вы в чем-то сомневаетесь а через отверстие под форсунку и проверки где стоит поршень сейчас он стоит в верхней мертвой точке вот